лучший способ исследовать квартиру на предмет безопасности для ползающего везде и кругом ребенка самой встать на четвереньки и пройти его путь так ну начнем вот отсюда это самое одно из самых любимых мест данила и потому здесь уже нет каких-то каких-либо опасных предметов есть игрушки в основном давай посмотрим что здесь внутри так болты довольно довольно плотно прикручены даже даже взрослым тяжело открутить не стоит обольщаться и думать что вы все сможете предусмотреть даже самые опытные мамы со временем признаются что они даже не могли догадаться что ребенок сможет залезть в такие места и открутить такие болты и крышки которые даже им самим было не под силу думаю что они не настолько острые чтобы их как-то закрывать думаю вполне нормально данил ты тоже решил исследовать квартиру на предмет безопасности так пойдем дальше здесь не технику надо конечно убирать техника у нас не для игрушек можно и вот сюда повыше поставить а ежа можно вниз как раз будет игра ребенку вот оно вот оно самое опасное и в то же время притягательное место для ребенка так розетка розетку мы закроем вот такой вот заглушкой потрясающее и простое изобретение человечества вот потому что данилу данилу принципе нравятся такие вот розетки всевозможные в доме поэтому это обязательно нужно закрыть и в принципе наверное здесь все нужно перед перегородить скажем так то не абсолютно права любой доступ к проводам стоит ограничить для ребенка в возрасте до трех лет чтобы совершенно точно не полетела вниз дорогостоящая техника чтобы совершенно точно в ручке не попал провод и также провода несут в себе особую опасность опасность удушения многие дети испытывают интерес к всевозможным светящимся кнопочкам поэтому часто на них нажимают будьте осторожны чтобы не испортить свою бытовую технику блокираторы на ящике у нас стоят не везде только там где действительно хранятся какие-то опасные для ребенка вещи обязательно нужно поставить блокиратор на ящике например с лекарствами с химпрепаратами и к таким опасным пищевым продуктом как например уксус или лимонная кислота а вот на ящике где хранится одежда абсолютно не вижу смысла ставить какую-то защиту от ребенка вот единственное что когда ребеночек открывает нужно следить за ним потому что дети любят открывать не только вот так вот до ящички а еще вот так вот и под действием там своего своей тяжести тела может просто защемить руки каждый ребенок своей жизни сталкивается с выдвижными ящиками почти все дети забывают них свои пальчики конечно это случается практически со всеми детьми но стоит обратить внимание чтобы детки не вытаскивали все ящики из комода потому что в этом случае он может упасть мелкие вещи это вообще тема отдельного разговора у мам возникают различные страхи что ребенок может просто проглотить случайно какой-то мелкий предмет насколько оправданы эти страхи лучше конечно скажет педиатр но я все-таки эту тарелочку подальше уберу перед мелкими вещами танец страх абсолютно оправдан потому что этой правда очень опасно последнее время особую популярность приобрели магнитные конструкторы это самая опасная игрушка для ребенка который только можно представить потому что два магнитных шарика или две магнитные детальки попавшие в кишечник приводят к непроходимости кишечника и соответственно могут может привести к самым печальным последствиям опасно если ребенок вдохнет мелкий предмет например маленький кусочек полиэтиленовой пленки поэтому обязательно нужно ограничить доступ ребенка к полиэтиленовым пакетам которых эти кусочки очень легко отрываются интересно если так сложилось что ребенок проглотил мелкий предмет что в этом случае делать и к кому обращаться проглатывание мелких предметов также опасны тем что она протекает практически без симптомов за исключением случаев когда это что-то острое если вы заметили что ребёнок проглотил либо таблетку либо острый металлический предмет, например, винт или гайку, то обязательно нужно обратиться к хирургу в ближайшую больницу. Можно вызвать скорую и повезти ребенка туда на обследование. Сделают рентген брюшной полости и в случае необходимости его удалят. Ты знаешь, есть такое мнение, что детям нужно играть исключительно с игрушками, потому что различные взрослые предметы, провода, пульты, могут быть опасны для него. Честно говоря, у меня как-то не получается придерживаться этого мнения, потому что Данил порой проявляет настолько откровенный интерес к тем же самым проводам, например, сейчас, и мне как-то неловко препятствовать этому его исследовательскому опыту. Поэтому, если предмет довольно-таки безопасный, я разрешаю Данилу повозиться с этими предметами. Воспитание малыша не должно быть никакой двойственности, потому что мама потом никогда не сможет объяснить малышу, почему один провод трогать можно, а второй нет. Именно для этого изначально нужно убрать абсолютно все провода. Дети очень часто проявляют интерес к взрослым предметам, но среди опасных предметов есть масса безопасных. Например, самая банальная крышка от кастрюли, пластмассовая мисочка или деревянная ложка. Вполне послужит ребенку замечательной игрушкой. И это тоже уберем. Ну все, я закончила. Теперь квартира безопасна для ребенка. Кстати, а где Данил? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok